С раннего утра и Шенгуль Булджурова принимает поздравления. Дочери, внуки, не умолкает телефон. Все спешат поздравить с юбилеем. 70 лет – дата, конечно, ответственная, шутит и Шенгуль Садыковна. Но возраст не ощущаю. Все больше хочется творить, исследовать, делиться опытом. Для меня очень сердечный, близок, ну, конечно, образование. Ну, а вот сейчас в общественной жизни больше, конечно, вот уже несколько лет я была председателем общественного совета МИДа. Самый трудный период, когда МИД работал 24 часа в 7 дней, когда нужно было перевозить наших граждан из-за рубежа, когда нужно было учитывать здешнюю ситуацию. И первыми, кто начал помогать Кыргызстану в сизах и в кислородных вещах, это был, конечно, МИД. Так что я очень благодарна нашим коллегам за то, что мы делали. Она издала больше 200 научных статей и около 10 книг. Да и сегодня трудится над рядом исследований. В советское время я досконально изучала колхозное крестьянство, потому что это был тоже удивительный феномен для Советского Союза. Затем наше межнациональное отношение в Советском Союзе. Будучи послом, я увидела, какой труд у дипломатов. Это просто невидимый, так скажем, фронт. И увидев Кыргызстане, оказалось, что ни одного нормального исследования по нашим дипломатам нет. И кого бы не спросишь о крыгызских дипломатах, которые еще в советское время работали, их не история. Ну, какие-то небольшие статьи есть, но кроме Чембаев Дрозаковича не было. И поэтому мы с дочерью поставили задачу и лет пять работали в архивах, в редких фондах, встречались с родственниками. И написали очерки истории советской дипломатики Кыргызии в 1921-1991 годах. Простая девочка из Иссыкульского села всегда тяготела к знаниям. Окончила университет, стала педагогом, профессором. Занималась общественно-политической деятельностью. Возглавляла несколько университетов, затем и вовсе стала министром образования, а позже и вице-премьером. Ею восхищаются многие известные личности. Ведь она еще и дипломат. Но все это отходило на второй план, когда она переступала порог дома. Здесь она была просто заботливой мамой и любящей женой. Вот то, что у нас вот такая вот семья, великолепные дети, внуки, это ее заслуга. И еще раз повторюсь, если я чего-то достиг в этой жизни, то это вот благодаря ее поддержке. Вот она успевала все, она мыслила глобально, можно сказать, действовала локально. Она, Кундучалова, все ее знают, она сказала, что Ишингуль Садыковна по всем своим параметрам, по всем качествам, она равноценна. Канакей и Айчурек. Ну что к этому можно добавить? Друзья и коллеги отмечают и ее волевой характер, и четкое знание дела. Она давно отошла от политических дел, но продолжает делиться знаниями с подрастающим поколением. Ведь они – фундамент развития государства. Ишингуль Садыковна – это огромный наставник для всех внешкольных организаций Кыргызстана. Что это значит? Это значит, что мы под огромной научно-педагогической защитой этого грамотного, очень талантливого ученого-педагога. И для нас очень важно, что среди всей системы образования Кыргызстана или ученого мира, это действительно единственный ученый, который понимает и знает задачи, знает систему работы дополнительного образования Кыргызстана. И прежде всего именно внешкольного. Многие годы Ишингуль Садыковна является таким научным консультантом деятельности. И благодаря ей, особенно за последние 10-15 лет, система дополнительного образования Кыргызстана поднялась на хороший уровень, мы можем сказать. От пышных торжеств Ишингуль Садыковна отказалась. Юбилей встречают в узком семейном кругу. Но поздравления с юбилеем летят со всего мира. Надежда Усова, Тимур Садыков, АЛАТО 24. Субтитры создавал DimaTorzok